Здравствуйте! Почему люди стремятся начать новую жизнь с понедельника или с нового года? Какие законы повседневности действуют на нас и что меняется восприятие реальности с возрастом? Мы поразмышляем на эти темы с доктором философских наук, профессором Сергеем Лешаевым. Сергей Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер, дорогие телезрители! Хотелось бы разобраться в этом, откуда у человека возникает постоянно, как мне кажется, желание жить по-другому, что-то менять в жизни и почему это не всегда удается? А желание такое существует, тем не менее. Я думаю, это вопрос очень глубокий и связан он прежде всего с тем, что человек вообще нуждается в каких-то... С одной стороны, он нуждается в надежности и устойчивости жизни. Это понятно. Все мы хотим какой-то определенности. Но вместе с тем, нам необходимо обновление. Человек никогда не может успокоиться на чем-то одном. И в этом смысле время дает человеку возможность, с одной стороны, оглядываться в прошлое, но в то же время надеяться на лучшее и заглядывать вперед. И вот эта жизнь между прошлым и будущим, да, и вот в этом мгновении настоящего, это как раз то, что лежит вот в основе этого стремления к вновлению. Да. А какие у нас есть возможности у человека не проживать свою жизнь, а менять ее? Насколько мы в этом сильны? И как повседневность, которая нас как-то захватывает, проглатывает, как мне кажется, влияет на нас в негативном плане чаще. Да. Ну вот я так понимаю, что мы тут в новогодние дни с вами собрались. Собственно говоря, существует целый ряд таких культурных форм, которые, собственно, позволяют нам пережить какие-то выделенные мгновения, да, или выделенные периоды времени, которые в некотором смысле мы, человек, человечество, общество, само для себя создает. Создавая на ровном месте, если угодно, повод для того, чтобы попробовать начать жизнь заново, да, так сказать, обнулить прошлую жизнь и попытаться что-то изменить. Собственно говоря, мы это можем сделать в любой момент, вообще говоря, да, то есть с точки зрения того, как устроена наша жизнь, нет никаких таких особенных оснований для того, чтобы думать, что вот с нового дня, или после дня рождения, или вот с утра, или с первого января, вот мы начнем новую жизнь, и что-то в нашей жизни изменится. Мы можем это делать, вообще-то говоря, в любой момент. Однако, ну, как известно, слаб человек, и вот ему нужны некоторые опоры, некоторые точки, выделенные во времени, и поэтому, собственно, человек очень давно, можно сказать, наверное, всегда, некоторым образом упорядочивает свою жизнь, да, и какие-то мгновения этой жизни, называя их праздниками, например, да, какими-то знаменательными датами, он... Берут заточиво отсчета чего-то, да? Да, совершенно верно. Человек привязывает, он как бы на ровном месте, ну, я не на ровном месте, а по какому-то важному поводу, да, он каждый раз выстраивает вот эту временную реальность, реальность времени, темпоральную реальность выстраивает ее таким образом, что его жизнь оказывается организована вот этими точками во времени, да, таким образом появляется возможность, как бы акцентировать внимание, выделить на ровном месте, да, какое-то мгновение, на какой-то краткий период, для того, чтобы получить некоторый дополнительный опыт, очень важный опыт, опыт времени, опыт собственного существования, что-то для себя решить, что-то, может быть, изменить в своей жизни. Даже такая точка опоры, от которой можно оттолкнуться, наверное. Совершенно верно, да. Но сегодня мы живем в эпоху непредсказуемости, все меняется. Человек входит в виртуальную реальность, практически все присутствуют в соцсетях и выставляют свою лучшую сторону именно там. Далее, что у нас еще меняется? Ну, очень много вот. И как жить человеку вот в эту эпоху непредсказуемости? Вот знание человеком своего будущего, предвидения, это основная его такая вот потребность или не очень? Ее это не так страшно. Мы же не можем предсказать даже вот, что будет через несколько лет, потому что все очень быстро меняется именно сейчас. Да, мы не можем предсказать точно, совершенно верно. Но нам абсолютно внутренне и социально необходим вот этот горизонт будущего. Почему? Потому что, собственно говоря, время и представление о каких-то конечных точках в нашей жизни, в будущем, включая и, так сказать, нашу смерть, это очень важное, конструктивное для человека представление. Потому что именно тогда, когда мы привязываем себя к каким-то точкам в будущем, мы организуем свое существование. Мы тем самым оказываемся не только внутри какого-то момента, и когда мы находимся только внутри ситуации, мы очень сильно зависим от того, что происходит теперь. Вот сейчас мне хочется лечь и отдохнуть, а вот сейчас меня требуют какие-то, как нам кажется, неотложные и очень важные дела. И если у нас не будет вот этого горизонта будущего, где есть какие-то точки, какие-то моменты, к которым мы должны идти, тогда вот эта текучка жизни, она нас полностью поглотит. А если у нас есть этот горизонт будущего, неважно, насколько он исполнится. То есть это важно, но не только в этом деле. Но важен горизонт. Само его наличие, само его присутствие в нашем настоящем позволяет нам, ну, в некотором смысле, обрести дистанцию и свободу по отношению к тому, что происходит теперь. И таким образом структурировать свою жизнь и какую-то часть, ну, скажем, дня отводить под что-то такое, результаты чего мы получим, возможно, через год, через 10 лет. Делать это изо дня в день, из недели в неделю, хотя бы понемногу. То есть это возможно именно благодаря тому, что у нас есть вот эти какие-то наши представления о будущем, более или менее отвечающие тому, что возможно, или не отвечающие, да, это уже очень индивидуально. Какое определение времени вы можете дать? Наверное, существует несколько определений, что такое время. И как вот это понятие меняется с возрастом, отношения, ощущения времени? Потому что часто от пожилых людей слышат, время бежит. Раньше как-то все казалось, что это так все долго, а сейчас вот только день начинается. Прошло лето, уже зима, вот так даже говорят. Да, совершенно верно. То есть, действительно, время, это самая близкая к человеку форма данности на времени. Это, собственно, переживание нашего возраста, с одной стороны. С другой стороны, это переживание времени зависит от нашего возраста. Да, и вот вы говорили о том, что время меняется, по-разному переживается в детстве, и в молодости, в зрелости, в старости. И с чем это связано? Да, действительно, это связано с тем, что наш внутренний темп меняется. То есть, вот если, с точки зрения астрономического времени, некоторого объективного времени, оно течет всегда одинаково. По крайней мере, если возьмем размерность нашей жизни. Но в детстве все процессы происходят в нас очень интенсивно. И очень много происходит с нами нового, того, чего еще, так сказать, никогда не было. У нас нет, очень мало повторений. И очень много того, что впервые. Отсюда, вот этот временной промежуток, он кажется гораздо более длительным в силу его этой внутренней насыщенности, содержания. Но если мы возьмем по контрасту, чем вы сказали, как бы старые люди, то чем больше повторяющихся моментов в нашей жизни, которые нам давно уже известны, и, собственно говоря, которых люди в старости зачастую и держатся, потому что они дают их жизни некоторую устойчивость, надежность, потому что они ощущают свою, в некотором смысле, уязвимость. А вот эти привычки, знакомые вещи, они дают некоторую точку опоры. Это с одной стороны. Но с другой стороны, с точки зрения переживания времени, поскольку в нашей жизни все меньше неожиданностей, все меньше как бы ситуаций, когда мы можем увидеть, узнать что-то новое, соответственно, большое количество времени как бы слепляется в одну массу. Вроде бы год прошел, но это не только старость, мы уже и в зрелые годы замечаем. Да, раньше там студенческие годы, год это было очень много. Да, очень много ярких событий. Всего много ярких событий. И мы до сих пор можем вспомнить многое там, что было на первом курсе или там на третьем. А попробуйте вспомнить, что было 10 лет назад. Какой это был год, и что там было. Да, конечно, грустно, потому что хочется дать определение, что такая унылая повседневность уже происходит. Опять же, в этом смысле мы понимаем, зато мы понимаем, что это время, оно поддается в каком-то смысле, наше переживание времени, оно поддается в каком-то, конечно, в какой-то размерности, в каком-то объеме. Коррекции, да, то есть мы можем наше время сделать более насыщенным, да, и в этом смысле как бы растянуть время. За счет чего? За счет того, что мы знакомимся с чем-то новым. Да, с новыми технологиями, например, да, пенсионер сегодня знакомится. С разными вещами, новыми книгами, новыми людьми, новыми какими-то местами, мы там, скажем, путешествуем. То есть, вообще говоря, есть масса возможностей. Другое дело, что, повторяю, инерция жизни, как бы, вот логика такова, что нам все сложнее делать усилие. То есть новое становится не чем-то, что нас радует и чего мы желаем, а скорее то, что нас, ну, настораживает, пугает, напрягает, утомляет. Да, это, к сожалению, так. Ну, в разной степени люди могут с этим как-то... Ну, с недавнего, ну, не с такого недавнего, наверное, ну, 10 лет, наверное, есть такая тенденция в нашем социуме быть таким бодрым, молодящимся, энергичным, пожилым человеком. То есть сейчас люди убегают от старости и есть желание продлить свою жизнь. Но мне кажется, здесь какое-то... Ну, не совсем справедливо это, потому что человек, подойдя уже к концу жизни, должен быть обременен, отягощен, как физически, так и духовно, душевно. То есть должен быть груз. А вот это стремление, вот эта тенденция, она о чем говорит? Что стало легче жить? Или что это такое в человеке происходит? Да, это очень важная момента. На самом деле... Что мы меняем вот эту реальность и отношения. Да, Татьяна, да. Меняется наше отношение к старости, оно уже изменилось очень сильно, да. И... Ну, это вот то, что я бы назвал геронтофобией, да, то есть или страхом перед старостью, который характерен для нашего общества. А ведь это же... Не должно же этого быть? Не должно быть. Ты говорил философы древние, что мементо море, да, помни о смерти, всегда чуть ли родился, выучил свой язык, тебе говорят, помни о смерти. Ну, дело в том, что если говорить о помни о смерти, то, собственно, это означает помни о жизни, да. Потому что если мы понимаем, что смерть может прийти вовсе не через 20 или 40, или там 10 лет, а в любой момент, то это, собственно говоря, способ быть собранным, быть сосредоточенным и, так сказать, проживать жизнь с максимальной интенсивностью. Как говорится, не спать на ходу, да, потому что иногда мы живем изо дня в день, как мы с вами говорили, да, день слипается с другим днем, мы разобраны, а не собраны. А вот когда мы помним о смерти, это позволяет нам жить более интенсивно. Но вернемся к вопросу о вот этой самой геронтофобии. Действительно, очень многие люди бегут старости, боятся ее, но мне кажется, это... И связано это со многими причинами, да, ну, это, только кратко скажу, то есть прежде всего, это, конечно, то, что современный человек в нашем обществе, так сказать, сугубо таком сексикулярном, он утратил вот эту, как бы, возможность символического, символической переработки смерти, если угодно, да, то есть утратил возможность соотнести себя... Это как это, символически переработать смерть? Это значит, каким-то образом осмыслить смерть. Ну, например, если мы говорим о религиозной культуре, то она дает некоторые представления о том, что будет после смерти, да, тем самым смерть, это не просто провал, некую абсолютную пустоту, за которой, как бы, ничего нет, да, и это позволяет человеку, ну, скажем так, ввести смерть в свою повседневность, в свою жизнь, а когда этого нет, то, как бы, смерть оказывается просто чистым абсурдом, чистой бессмыслицей, и она выталкивается из сознания, потому что, если нет этой отнесенности к некоторой инстанции по ту сторону жизни, то тогда, собственно говоря, все ценности потребительского общества, которые есть, они оказываются в каком-то смысле бессмыслицей, да, то есть, вот мы делаем карьеру, мы тратим какие-то силы, мы получаем какие-то блага, но старость с немощью, с болезнями, а за ней стоящая смерть, как бы все это обесценивает и обессмысливает, вот поэтому, не говоря уже о том, что мы живем, когда у нас, как бы, появились новые фетиши, это новое, как таковое, есть всегда благо, чем быстрее мы живем, или чем быстрее нечто происходит, тем лучше, да, ну, понятно, что старость не может угнаться, или как бы старые люди, они оказываются в этой ситуации аутсайдерами, видите, наша культура, если мы даже посмотрим на рекламу, то подавляющая часть всей этой продукции, она ориентирована на что? На какие образы? У молодости, ювенальности, как бы такого цветущего человека, платежно-способного, тот, который как раз интересуется новой моделью гаджета, новыми какими-то штучками, которые необходимы для вот как бы раскрутки тех или иных как бы коммерческих проектов, старые люди в этом смысле они как бы выпадают. Аутсайдеры. Аутсайдеры, да. Поэтому человек в этой ситуации, старый человек, он, ну, как бы, чувствует, как бы, да, кожей чувствует, что вот быть старым в этом обществе, как бы, то, что воспринимается, и сам он, являясь частью этого общества, он, собственно, не может освоить старость символически, и он чувствует себя как бы социально ущербным, если он не может так же быстро, если он не способен осваивать какие-то новые технологии, то есть некоторое спокойствие, созерцательность, медитативность, которые, в общем-то, присущи старости как таковой, как возрасту, они оказываются, к сожалению, не востребованы, потому что они-то, хотя к ним возраст нас и подготавливает, старость, они тоже должны культивироваться, и это очень важный, мне кажется, момент. И вот мне так кажется, что как раз в современном обществе очень важно говорить о чем? О тех радостях старости, которые связаны не с тем, что человек до последнего вздоха остается на одной линии, так сказать, с более молодыми коллегами, или там кем-то еще, да, сказать, что вот он не хуже, чем они, я вам еще всем покажу, да, таким вот запалом, но наоборот, человек, старость, имеет свои преимущества, свои достоинства, свои возможности уникальные, которых нет у других возрастов. Ну, в некоторых национальных культурах это же было очень всегда обычным делом. До сих пор на Кавказе и других, даже на нашей стране, других, во многих еще. В этом мудрость, да, наверное, заключается. Мудрость в том, да, мудрость в том, чтобы в каждом возрасте испытать то, что дает возможность испытать этот возраст. Самоксимально, то есть прожить жизнь с максимальной полнотой и вот эта полнота присутствия человеческого, она реализуется не сразу, а в определенной последовательности временной. И вот хорошо быть в молодости молодым в этом смысле, да, а в старости нужно быть старым. Поэтому здесь вот... Кажется, все просто. Да, вот эта тенденция, она как-то переламывает. Но тем не менее, тенденция у нас прямо противоположна. И требуются особые усилия специальные для того, чтобы, ну, скажем так, реабилитировать, если угодно, да, или восстановить этот образ старости как времени созерцания, свободы, внутренней. Внутренней свободы. Потому что это время, когда... Ну вот, в чем общность детства и старости? Это то время, когда человек наиболее асоциален, а значит, наиболее свободен. Да? То есть, вы знаете, когда вы становитесь взрослыми, с вас все время, и это естественно. Ну, а кто будет все это держать на своих плечах? Все мы атланты и кариатиды, да? Ну, взрослые люди, которые, вот они работают, вот они как бы, да, тянут на себе детей, общество, в конце концов, да, вот все это махинство. Но самой природы, опять же, да, как бы, вот этой временной развертки мы имеем два возраста, которые отличаются, да, от, скажем так, средней части, да, детства и старости. Потому что в этот момент человек, а, он еще не, 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 не как бы социализирован, и в этом смысле он свободен, и он живет в некоторой игре. А человек преклонных лет, он получает возможность, редкую возможность, свободы, спокойствия, и выбора, да, как ему жить, когда он живет действительно ту жизнь, которую он, которую он хочет жить. Другое дело, что, к сожалению, это тоже не так просто, и к этому нужно готовиться. И не все могут прожить свою жизнь тогда, когда появляется для этого возможность, оказывается, нечем жить. многим, к сожалению, людям. Да, об этом, конечно, нужно задумываться. Как искусство, литература реагируют на наше время, какие новые тенденции там появляются? Ну, допустим, если взять на примере фотографии. Раньше фотография, это была довольно редкая история, фотографировались или на паспорт, или там по каким-то юбилеям и так далее. Сейчас, повседневно, ежечасно, повсеместно, все все фотографируют. О чем это говорит? Что хочет человек? Запечатлеть эту реальность, остановить время или что? Откуда вот этот вал увлечения, вот именно фотографии, вот этим искусством? Да, Татьяна, ну, как-то уже, по-моему, на эту тему говорили. Что она вам близка? Нет, ну да, что здесь можно сказать? Можно говорить долго, но если сказать кратко, то в чем, собственно, это связано с тем, о чем уже вот сейчас мы говорили. То есть человек, не имея вот этого горизонта, скажем так, символического, да, находясь в постоянном некотором, в некотором, то есть мы имеем, с одной стороны, общество индивидуалистическое, да, где каждый сам по себе, каждый человек взятый в своей отдельности, он есть некоторая высшая и как бы высшая ценность сам по себе в своей индивидуальности, но вот такая печаль, что каждому придется умереть. И фотографирование, в частности, на самом глубоком, тут много уровней, но на самом глубоком уровне это тоже во многом бессознательная попытка как бы, да, заговорить смерть или как бы, да, отсрочить смерть или отправить своим современникам и потомкам, так сказать, некоторый образ себя, да, побороть вот эту силу таинственную и непреодолимую силу времени, да, то есть человек фиксирует свою жизнь на фотографиях, на видео, он размножает эти бесконечные как бы копии самого себя, в этой как бы не осознавая даже этого вполне, да, за этим сейчас стоит именно иррациональный страх и некоторый невроз, невроз вот этого человека, который, вся жизнь которого концентрирована, как бы ограничена во многом его собственной телесностью, понимаете, то есть когда мы жили в другое время, то существовали формы такой трансперсональной, трансперсональной телесности, скажем так, или трансперсонального выхода за рамки того, что мы собой представляем как, скажем так, индивидуумы, то есть это не только я жил, но я жил, как бы и моя семья жила, мой род жил, там, мое племя, я жил вместе с вами, мои предки жили во мне, а я буду жить в своих потомках, кроме того, есть еще и, если мы говорим о религиозном сознании, да, все там поколения людей, и святых, и несвятых, и моих родственников, и будущие, все мы, так сказать, находимся вот в некоторой, церкви, как в мистическом целом, когда вот это, эти большие общности, они распадаются, человек остается, как бы, капсулирован сам в себе, то он, не имея, опять же, другого с большой буквы, не имея другого, как Бога, он, соответственно говоря, испытывает острую нужду в подтверждении своего существования, того, что он, вообще говоря, есть, он нуждается для этого в реакции другого. Да, да, человек без человека. А, конечно же, в этом обществе индивидуалистическом, люди же не очень друг другу интересны, то есть каждый хочет говорить о себе, да, но не очень с большим интересом слушает, интересуется другим. Так, к сожалению, часто бывает сегодня, да. Соответственно, фотография, в частности, вот в электронных сетях, мы это видим, всевозможных, да, очень распространено, там происходит легкое и быстрое вот такой обмен такими вот визуальными образами без такого насыщенного и всегда рискованного контакта оффлайн, да, вот онлайн, то есть контакт более быстрый и более легкий, light. Вот человек посылает свои многочисленные, сказать, копии в пространство виртуальное в ожидании некоторых реакций, лайков, комментариев на свою персону. Но происходит то, что посылается только позитивное, красивое и не совсем реальное из жизни. Мы выкладываем вот, естественно, самое лучшее, презентативное, да. Фотография позволяет не только, ну, как бы дает некоторую иллюзию, что ли, выхода за свою собственную ограниченность индивидуальности, она еще и позволяет конструировать нам самих себя. То есть, да, вот то, о чем вы говорили, действительно, конечно. Как хочется себя видеть всегда, и не иногда, когда ты удачно там что-то где-то куда-то поехал. В отличие от реальности, где мы тоже можем как-то себя подавать и формировать себя, но это не всегда нам удается. Мы бываем в разном настроении, у нас разное состояние здоровья, там, да, и прочее, и прочее. А вот здесь мы можем отбирать тех себя. И формируем сами себе, да. Тех себя, какие мы себе нравимся и какими мы хотим, чтобы нас видели другие. Да. Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович сказал, что человек должен уметь рефлексировать. Этот диалог с самим собой обеспечивает внутренние ощущения реальности. Так вот, вопрос, о чем должен думать человек, что включает в себя вот это вот рефлексирование? О чем? Почему он должен думать, а не вот проживать жизнь свободно? прежде всего здесь надо акцентировать мне кажется слово думать. Прежде всего человек должен думать. А второй вопрос да, о чем думать. Потому что рефлексия, тема очень обширная, о чем он должен думать. Я думаю, человек должен думать о вещах по-настоящему важных и существенных. То есть проблема, как мне кажется, зачастую для человека современного, который живет в обществе, который крайне насыщенно информационно, да, мы все погружены в потоки. И зачастую нам предлагают думать о чем-то, что кажется важным тем, кто эти потоки информационные генерирует. Вот. А не о том, что на самом деле важно для нас. И хотя у нас все время возникает ощущение, что мы выбираем то, что хочется нам, но мы понимаем, что та же уже компьютерная интернет-пространство, оно подстраивается и подает нам именно то, что мы как бы запросили. Зачастую же это вовсе не самое главное, не самое нужное. Поэтому большая сложность в том, чтобы действительно перейти от того, чтобы мыслить чужие мысли и решать чужие проблемы, которые нам навязаны, понимаете, чужие образы и так далее, чтобы думать свои. то есть если у нас, если мы понимаем и задумываемся над тем, что важно для нас, что именно для нас сейчас первостепенно важно, это будет определять в том числе и то, что мы смотрим, с кем мы встречаемся, что мы из того же самого интернета, да, из нашей библиотеки, какие книги мы извлекаем. То есть мы выделяем самое важное, когда мы задумываемся, и когда мы создаем некоторую иерархию что ли значимости, да, наших собственных жизненных и социальных. Ну, а самое важное, как бы есть очень хороший способ выделить, что для нас важно. Это поставить себя, так сказать, вот мы говорили с вами о времени, о даже о смерти упоминали, да, представьте, вы умрете там через год, подумайте об этом, и тогда чем бы вы, например, ну, не важно, месяц, каждый может, и вот что бы вы сделали за это время, да, что для вас важно, что для вас, от чего бы вы отказались в первую очередь, от чего бы вы не отказались даже в этом случае, то есть вот что для вас, то есть есть разные способы, да, как мы можем понять, что для нас первостепенно важно. Сегодня в наше время такое, многие жалуются на обилие информации, что уже столько информации, что это мешает, становится просто тяжело ее воспринимать, перерабатывать и так далее. Есть какие-то советы? Или это все-таки нужно, раз такое время, это все нужно, вот, всю информацию воспринимать, воспринимать, чтобы быть в потоке, знаете. Не нужно. В том объеме, который нам предлагается, это не нужно. Вот, с одной стороны, зачастую вступает, дело в том, что избыточная информация, она сегодня, конечно, часто избыточная, она как раз не помогает нам принимать какие-то, скажем, здравые решения, а наоборот, затрудняет их принятие. Как недостаток информации мешает принять верные решения, так и ее избыток. Да, да, да. Он тоже мешает нам принять наиболее адекватное решение. Поэтому, конечно, необходима способность к самоограничению. Собственно говоря, что такое культура, вам думаю? Культура – это способность к самоограничению. Что такое право? Что такое мораль или этика? Что такое искусство? Как неспособность отсекать и убирать лишнее? То есть во многом, во многом культура, не во всем, но во многом культура – это и как раз способность избавиться от лишнего. И поэтому вот то, что, конечно, до сих пор еще недостаточно, об этом говорится, разумеется, но недостаточно, может быть, еще осмысленно людьми, насколько сложная, важная и трудная задача – это контроль за тем, за той как бы скоростью, за тем потоком, плотностью потока информационного. И вообще говоря, за темпом, за скоростью нашей жизни. То есть сегодня, как никогда, мне кажется, важными являются практики замедления. Знаете, есть такое движение международное, но оно, правда, не очень так уж заметное, slow life, slow food, slow reading и так далее. Разные практики в разных сферах, касающиеся там, да, slow education, да. Почему это возникает? Это возникает, конечно, не случайно, именно потому, что действительно, мы понимаем, что многие вещи в жизни, они вообще не происходят или не случаются, или невозможны, зависит от того, как быстро нечто происходит. Но поскольку сегодня все преимущественно как бы у нас возрастает в скорости, то страдают именно те моменты или модусы нашей жизни, которые требуют большей временной размерности. Соответственно, они просто исчезают. у нас закончилось время и удивительный совет мы получили от философа Сергея Лишаева замедляться. Учиться практикам замедления. Да, учиться практикам замедления. Я думаю, что спасибо вам. Я думаю, что наши телезрители с началом Нового года прислушаются именно к этому совету. Всего вам самого хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова